Если вы искали консультацию диетолога онлайн То я уже понимаю Что вы понимаете Что без правильного питания Жить лучше и дольше Это утопия Потому что любая система Какая бы ни была вам известна Она требует определенных условий техобслуживания В которых она работает Долго и счастливо И радует своего владельца Потому что пока вы на своем авто Проезжаете мимо заправок С сомнительным топливом Не заправляетесь из канистры где-то на обочине А заливаете На сертифицированных заправках Бензин 100% качества Я понимаю что вы о нем думаете Вы понимаете что зальете не то Испортится Когда вы на профилактику Везете не в какую-то подворотню Или в подвал А на сертифицированную СТО Я понимаю что вы о своем автомобиле Беспокоитесь Вы хотите чтобы он сохранился подольше Вы знаете Если бы ваш автомобиль Имел Своему бортовому компьютеру Небольшой такой Интеллектуальный блочок И делал бы то же самое По отношению к вам Во! Потому что многие проводят в автомобилях Часть жизни Если автомобиль бы думал о вашем здоровье Было бы прекрасно Когда вы подъезжаете К супермаркету Где Ну не самые хорошие продукты Часто встречаются Он вместо того чтобы искать место парковки Увозил бы вас оттуда подальше А если бы вы каким-то путем Проникли все-таки в супермаркет Ваш автомобиль должен был Быть сзади вас И своими колесами Бить вас по рукам Когда они тянутся Гастрономическим мусором Было бы прекрасно Если бы в поисках еды По городу Он объезжал Сомнительные заведения Общественного питания Было бы великолепно Я понимаю что автомобиль О вас беспокоится Потому что его здоровье Напрямую зависит От вашего здоровья Потому что если водитель Раздражен Голоден Злой Испытывает чувство жажды Какой-то дискомфорт кишечники Перепил накануне Он не самый лучший водитель С таким водителем Легко попасть в аварию И больше того После аварии выживают Попасть в катастрофу Все Автомобиль на свалку Водитель в лучшем случае В реанимацию Или в хирургию У автомобиля возможности нет Сегодня не восстанавливают Чаще всего Их в утиль отправляют И автомобиль это понимать должен Он должен беспокоиться О вашем здоровье Если вы сами о нем Не хотите беспокоиться Но раз вы искали такое видео Значит вы о нем Все таки уже думаете Не ваш же автомобиль нашел Меня в интернете Потому что пока вы Своему холодильнику Обеспечиваете правильное питание Он максимально долго хранит вам Те продукты Которые вы туда заложили Стоит дать ему Другие продукты питания Вначале портятся Увы Натуральные продукты питания Астрономический мусор Как правило не портится А дальше вы Если это все Употребите в себя Потому что вы же должны Прекрасно понимать Что вкладывая продукты В себя Они должны быть Такого же Отличного качества Как тот бензин Который вы вливаете В свой автомобиль Иначе вы вкладываете Не в здоровье А в нездоровье В болезни вкладываете Зачем вам это надо Сегодня и так Люди уже Не могут прожить Те 700-800 лет Которые были прописаны В Библии В лучшем случае Живут 70-80 А самые активно Вкладывающие в свое Нездоровье Умудряются Умереть и раньше Оно вам надо Я понимаю Что не вы Вкладывали деньги В свое здоровье Это работа Ваших родителей Они жили В более комфортных Экологических условиях Чаще всего Питались Более натуральным Продуктами питания Если они еще Подумали о вас Больше И примерно Полгода До зачатия Почистили свой организм Великолепно Вы скорее всего Что миллиардер По здоровью Если они не готовились Беременности Скорее всего Что вы миллионер Современные дети К сожалению Рождаются Ну Даже не миллионерами Потому что Увы Сегодня здоровых детей Всего 3% Грудного возраста А дальше Человек приобретает Различные болезни И вот я сейчас Попытаюсь В этом видео Дать вам Основу Правильного питания Конечно Индивидуальную Консультацию Вы можете получить Только обратившись По тем контактам Которые вы видите Потому что Невозможно В видео сделать Индивидуальную Консультацию Для более чем 7 миллиардов Жителей планеты Это утопия Они могут найти Это видео Но они получат Для себя матрицу Блог получат Но это тоже Очень важно Основа Правильного питания Это очень важно Дальше Нюансы В зависимости От тех болезней Которые вы уже приобрели Если вы считаете Что вы здоровы То вы знаете Статистика говорит О другом Человек После 30 лет Каждые 5 лет Приобретает 3-4 новых заболевания Посмотрите В свой паспорт И прикиньте Примерно Сколько болезней Вы уже имеете О которых Вы еще не знаете Некоторые Вы может быть Знаете А часть А часть Просто скрыта Вы просто Недообследованный Человек Поэтому я попробую Вам дать основу Правильного питания А вы уже Как возможно Для себя Ее используете Итак Основа Конечно В системе питания Это режим питания И тут есть Несколько разновидностей Конечно Есть режим Нулевое питание Это питание Логично Только для тех У кого есть Острый панкреатит Да Если Вам выставлен Такой диагноз У вас Холод и голод Пока Поджелудочную Вы не успокоите Потому что Чем дольше Панкреатит Тем больше Вероятность У вас Не попасть Сахарный диабет Второго типа Потому что После острого Панкреатита Основных исходов Два 15% Это в диабет Второго типа 85% Увы Через патологоанатомы На кладбище Очень опасный диагноз И очень важно Знать Как туда не попасть Такое видео Есть на моем канале Ищите Смотрите Если нет Лень вам искать Обращайтесь По контактам Я вам расскажу Что делать Чтобы не попасть В острый панкреатит Если у вас Острого панкреатита Нет Но вам хочется Применить Нулевой стол Нулевую диету Я понимаю Что вы Нашли В интернете Лечебное голодание И считаете Что эта система Поможет вам Очистить свой организм Вы знаете Ну частично Да Потому что Конечно Вы часть клеток Съедите Потому что Питаться то надо Организм то работает Обмен веществ идет Энергию откуда то брать надо Пластический материал Брать надо Поэтому нужно Объем будет у вас Уменьшаться Но вы знаете Если зайти в википедию Посмотреть Как называется Поедание себе подобных Это называется Каннибализм То есть фактически От каннибализма Это ничем не отличается Только бескровный метод Но если бы это было Только так Это было бы полбеды Проблема в том Что во время Лечебного голодания Уменьшается Объем За счет Того что вы поедаете Старые больные Изношенные клетки Которые загрузились Уже грязью Вот так Пестицидами Гербицидами Канцерогенами Всякой другими Любым набором Из 4,5 миллионов Химических веществ Которые человечество Ввело в окружающую среду Представляете Какой там ершик сидит В чем Жировая ткань Да Это помойная яма Вашего организма Но это неактивное депо Оно из вас сбросил Сложил И оно там лежит Тихо и спокойно Мешает только глазам Когда вы смотрите в зеркало Объем вас не устраивает Но когда эта грязь Оттуда выйдет Если вы перед этим Не активируете работу печени Эта вся грязь Заходит в клетки И вы из Неактивного депо В жировой ткани Перекладываете все это В активно работающие клетки А что у вас активно работает Сердце Печень Почки Мозг Другие внутренние органы Представляете Кто страдает Это очень опасная система Ну кстати Около 50 похожих Систем питания Описаны в моей книге Что делать Если у вас есть печень Можете легко заказать Контакты вы видите Здесь более подробно Описаны Прелести И лечебного голодания Других систем питания Я не буду сейчас На них останавливаться Потому что Это видео просто затянется В бесконечность Уйдет Я могу читать Лекции часами Но вы Не сможете Высидеть перед монитором Это время Да оно и не нужно Вот поэтому Можете приобрести книгу Вот И прочитать В любое удобное Для вас время Что еще важно Какой еще Режим питания Может быть Ну Одно-двухкратный Очень часто Люди кушают Скажем Утром просто Кофе Днем кофе 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 Вечером еда Один прием пищи Некоторые кушают Два раза в день То есть Утром Какой-то завтрак Есть И ужин Вот люди Которые находятся На этой системе питания Одно-двухразовое питание При этом Пища переваривается Полноценно переварится Не способна Даже у молодых Здоровых людей Это проверяли Более 30 лет назад 25% пищи Идет в унитаз Но Не просто в унитаз Вы не просто Теряете 25% денег Которые вы тратите На свое питание Посмотрите Сколько вы Тратите В течение месяца Четверть Из этого Если вы питаетесь Максимум Два раза в день Вы теряете И не просто теряете Вы вкладываете В свое нездоровье Потому что Это пища Пока она идет По кишечнику Она не способна Перевариться А там сидят Сотни видов Патогенных бактерий Которые употребляют Ее по своему усмотрению И выдают вам В обмен Продукты Своей жизнедеятельности Они являются Токсичными веществами И еще Мечников В позапрошлом веке Это исследовал Дисбактериоз кишечника Который при этом Активируется Это Минус 30% Жизни То есть Читаем правильно Питаясь Два раза в день Вы 25% Пищи Вернее 25% Денег Которые вы тратите На прием На покупку пищи Вкладываете В свое нездоровье И этим Сокращаете Продолжительность Собственной жизни На треть То есть Прожили бы 100 лет Проживете 70 Прожили бы 70 Проживете Дай бог 50 Понимаете разницу Да То есть Насколько полезен Такой режим питания И кому он полезен Дальше Следующий Трехкратный Прием пищи Ну помните Советское время Пытались Назначать медикаменты Три раза в день В связи с едой Там до еды После еды Или во время еды Это была Попытка поставить На минимальную Активность Печень Она при этом Работает В самым вялом режиме Но уже работает При двухразовом питании Она разрушается Ей очень тяжело Работать Хотя Работы у нее хватает Экология Вы сами понимаете Какая Вот Но Трехразовый Прием пищи В принципе Это Минимальный режим питания Для молодых Здоровых мужчин У них Печень сильнее Она может Вытянуть Такой режим питания То есть Вы понимаете Что вы идете По грани Между болезнью И здоровьем Здесь Есть При хорошем генотипе Есть возможность Оставаться здоровым Но при хорошем Но при хорошем генотипе Когда вы Активно теряете Тот запас Прочности Который вам Вложили Ваши родители Зачем вам это надо То есть Здоровье Не возвращается Вы знаете Когда пишут Вернем здоровье Утопия Невозможно Оставаться Недостаточно Для ее работы Как вы Дошьете Обрывки Хромосом Которые Уже давно Были Уничтожены Вашем организме Это Нереально Законсервировать Здоровье Да Можно Это реально Если не знаете Как Контакты Вы видите Пишите Звоните Не вопрос Подскажу Помогу Без разводов Без Только реальные Средства Только реальные Методы Четырехкратный Прием пищи Для мужчин Это уже Практически Классно Для женщин Наступает Вот тот самый Минимум При котором Их печень Способна Работать Более Менее Эффективно Поэтому Четырехкратный Прием пищи Это Минимум Для абсолютно Здоровых Женщин Ну и Для относительно Здоровых Мужчин Тоже вариант Но Очень часто Вы знаете Сегодня Смотрят на УЗИ Легко и просто Можно посмотреть Находят Перегибы Перетяжки В желчевыделительной Системе То есть Появляется Есть дискинезия Желчевыделительной Системы И вот Если у вас Такая Прелесть Есть Она автоматически Нарушает Работу печени При дискинезии Легко Образуется Взвесь Который Превращается В песок И в камни Появляется Желчекаменная Болезнь И по статистике Увы То есть Патологоанатомы У них Самая точная Статистика 30% Населения В конце Концов За жизнь Наживают Камни В желчном Пузыре Благодаря Дискинезии Что нужно делать Минимально Для того Чтобы дискинезии Не было Чтобы убрать Застой Желчи Следующий Режим питания 5 раз в день В этих условиях Печень работает Более-менее Оптимально Ей проще Очищая кровь Сбрасывать Грязь В желчный Пузырь А вы Питанием Сбрасываете Грязь В кишечник То есть Выбрасываете Из своего Организма И это правильно Если вы в союзе С печенью Прекрасно Она вам Чистит кровь А вы Грязь Сбрасываете В кишечник И даете Возможность Ей опять Чистить кровь Поэтому Пятикратный Примем пищи В этом случае Он необходим И это Минимум Миниморум Для тех Людей Которые Хотят Оставаться Здоровыми И использовать Своё здоровье По назначению То есть Не просто Для работы Но у вас Еще останется Здоровье Для отдыха Для путешествий Для семьи Куда хотите Туда и вкладывайте То свободное Время Которое у вас Освободилось От хождения По больницам По поликлиникам По диагностическим Центрам На это Что же Нужно время Значительно Проще Перекусить Потратить Время На небольшой Перекус Чем потом Искать Кто он Вылечит Тот набор Из 30 тысяч Болезней Которые сегодня Есть И по причине Которого Невозможно Сделать Видео Универсальное Для всех Следующий Режим Питания Это Прием Пищи 6-7 Раз в день Да Это нужно Делать В случае Если у вас Есть Хронический Гастрит Гастродиоденит Там Эрозийный Гастродиоденит Рефлюкс Язвенная Болезнь То есть Когда у вас Начальные Отделы Пищеварительной Системы Скомпрометированы И там Чаще всего Вне Пищеварения Появляется Сок Если вы Кушаете Редко Сок Начинает Раздражать Вашу Слизистую Появляется Воспалительный Процесс А может быть Эрозия И язвы Со временем То есть Вы понимаете Что Система Раздражения Она Если она Работает Долго То она И дырки Проест В вашем Желудке И зачем Вам это Надо Поэтому Вы вынуждены В этих Случаев Кушать 6-7 Раз в день То есть Постоянно Чтобы у вас Пища была В пищеварительной С теме И это Хорошо Это Мы пока Говорим О работе Системы Пищеварения Но вы же Хотите Жить Не только Лучше Но и Дольше А вот Для дольше Есть еще Одна Система Питания Это Прием пищи 7-8 Раз в день Этот Прием пищи Обязательно Необходим Для тех У кого Удален Желудочный Пузырь Потому что У них Емкости Не хватает Желудочей Для того Чтобы переварить Большие Объемы пищи Пища должна Постоянно Маленькие Порции Проходить А желт Из Фактически Желчевыделительной Системы Должна Капать Желчь И помогать Переваривать Эти скудные Объемы пищи Если вы так Не делаете Вы питаетесь Зря Вы опять Таки Вкладываете Деньги В еду И в свое Нездоровье Сокращение Своей продолжительности Жизни На 30% То есть Не мелко Знаете Не то что Там Один Два Дня Потерять Ладно Бог с ними Там 3 Это Большие Растраты Очень Большие Растраты Это нужно Учитывать Это нужно Понимать Кому еще Нужен Такой Режим Питания Тем У кого Есть Хронический Панкреатит Понятно Что Соком Не хватает И чем Хуже Состояние Поджелудочной Железы Тем Меньше Порция Пищи Должна Быть То есть На нее Хватило Ферментов Переварили Не хватило Ферментов Уменьшайте Порцию Деваться Некуда Если И в этих Условиях У вас Не получается Переварить Пищу Полноценно Не нужно Подсаживаться На костыли На ферментные Препараты Кроме того Что я диетолог Я еще и Фидотерапевт Я знаю Как лекарственными Растениями Раздразнить Вашу Поджелудочную Улучшить Переваривание Пищи Той Которую Вы себе Хотите Позволить Не вопрос В контакты Вы видите Вы можете Легко Обратиться Кому Еще Полезен Такой Прием Пищи Это Тем У кого Есть Любые Заполивания Сердечно-сосудистой Системы Начиная С вегето Сосудистой Дистонии Которые Достает Буквально Чуть Несладенчества А дальше Появляется Атеростероз Сосудов Гипертоническая Болезнь Какие-то Пороки Миокардиодистрофия Любые Заболевания Сердечно-сосудистой Системы Требуют От вас Применения Частого И дробного Питания Потому что Когда пища Любая Пища Попадает В пищеварительную Систему Она Переваривается Там Присоединяется К пище Пищеварительные Соки Увеличивают Соответственно Объем И этот И после То как Пищеварение В пищеварительной Системе Проходит Пища Перемещает В кровь Увеличивает Объем И вязкость Крови Индикатор Того Что вы Переели Это Ощущение Насыщения Вот когда Вы после Еды У вас Появляется Такая Сонливость Легкая Слабость Вплоть до Желания Поспать Вот это Говорит о том Что вы Переели У вас Крови Большой Объем Вязкую Кровь Сердце Не успевает Оно слабое Не успевает Прокачивать К мозгу Моз не получает Свой кислород Попал в гипоксию И вы Вот так вот Сиете И куняете Поэтому Многие говорят Нет С утра Не ем Потому что Потом Не могу Работать Правильно Потому что Нужно Кушать А не Хотел сказать По другому Ладно Не буду Говорить Нужно Перекусывать А не Кушать Скажу Мягко Грубо Говорить Не буду Потому что Если вы Перекушали Вот тут У вас Уже Возникнет Проблема Потому что Способность Выполнять Плохо Работу Это Мизер По сравнению С тем Что вы Просто Таким Обильным Приемом Пищи Можете Сорвать Себе Работу Сердца Потому что Инфаркты Сто лет Назад Называли Не иначе Как Ресторанной Болезнью Понятно Почему Пришли Сели Поели Выпили Еще И пошли Потанцевать Все И тут Включается Счетчик С какой Попытки Ваше Сердце Или Сосуды Не выдержат Поэтому Так Рисковать Не нужно Поэтому Хотите Жить Дольше И лучше Питайтесь Чаще Не важно Насколько Какой Режим Питания У вас Есть Чем Больше Дополнительных Приемов Пищи Вы Добавите А соответственно Уменьшите Порцию Пищи Тем Будете Жить Лучше И Дольше Ну Наверное Под режимом Питания Можно Подвести Тут наверное Больше Сказать Сложно Теперь Рацион Питания Ну Понятно Частично Я уже Об этом Сказал Вам Но Сейчас Напомню Знаете Так Точечно Первое Конечно Что Вы Должны Изменить В своем Рационе Питания Убрать Гастрономический Мусор Потому что Вы Опять Таки Не будете Пробовать Можете Попробовать На своем Авто Залейте Бензин Непонятного Качества Посмотрите Как ему Будет Хорошо Ездить Примерно Так же Ездить Вашему Организму Только Он Способен Самовосстановлением Пытаться Будет Выживать В этих Условиях Вашему Автомобилю У него Выбора Нет Что Залили Бензобак На том Он Едет Чихает Кашляет Дергается Или Не едет Вовсе Ваш Организм Мощнее Он Умнее Он Лучше Создан Чем Любой Современный Автомобиль Он Способен Ездит На Таком Питании Но Недолго Знаете Как Один Президент Одной Страны Сказал Наш Народ Будет Жить Плохо Но Недолго Он Имел Ввиду Что Небольшие Сложности Вначале Потом Все Таки Будет Лучше Но Знаете Трактовать Можно По-разному Это Высказывание Плохо Но Недолго То есть Плохо Пожил И Помер Тоже Можно Трактовать Так Не Нужно Гастрономический Мусор Ведет Вас К Этому Напомню Вы Вкладываете Деньги Вкладывая В эти Продукты Питания Вы Вкладываете В ухудшение Качества Жизни Потому Что Болезни Неизменно Появятся И Сокращение Ее Продолжительности А По Большому Чету Большинство Ищет В интернете Другое Не Способ Самоубийства Такого Медленного А Все Таки Как Жить Лучше Как Болеть Реже Как Расширить Свои Возможности Не Вопрос Дальше Расклад Продуктов Ну Вы Знаете Питание Должно Соответствовать Вашему Возрасту Вашему Полу Вашему Образу Жизни Вашим Условиям Работы Или Отдых Очередований Экологическим Условиям Погодным Условиям Климатическим Условиям То есть Очень Много Факторов Которые И конечно В этом видео Я это все Вам рассказать Не смогу Поэтому Опять таки Вы видите Контакты По которым Вы можете Обратиться Но Наши предки Дали Очень хорошую Формулу Здоровья Завтрак Ешь Сам Обедом С другом Ужин Врагам А я бы Сказал Перебил Аппетит Заполнников То есть Минимум Четырехкратный Преем Пищи У вас Прошел Все Прекрасно Почему Так Потому Что В принципе Еда Должна Наши предки Напоминали Нам о другом Еда Должна Попасть Перед Работой У кого-то Завтрак Это в 7-8 утра Потому Что с 9 У него Работа А у кого-то Завтрак Будет В 9 Вечера Потому Что у него Работа В ночную Смену С 11 Ночи Начинает Только Работать Понимаете Тут Нужно Учитывать Понимать Что питание Должно Быть Перед Работой Вначале Загрузили Топливо В свою машину Потом Болеете Ездите На СТО Вам Автомастер Расскажет Как Дорого Заливать Некачественное Топливо В Железяку Там На колесах Вам Доктор Тоже Расскажет Как Дорого Заливать Это Топливо Только Он Не скажет Заливайте Другое Топливо Он скажет Вот вам Волшебная Таблетка Или Вон Там Капельницу Поставите Он Немножко Не так Относится К вам Как Автомастер К автомобилю Вашему И это Нужно Просто Понимать Поэтому Тут Очень Важный Момент Все Таки Вот Система Питания Должна Быть Вот Такой Очень Много В интернете Информации О том Что Самая Полезная Пища Это Сырая Потому Что Это Буквально Свежайшая Энергия Солнца Законсервирована В пище И вы Ее Получаете Буквально Чуть Не Напрямую Это Все Здорово Но Это Не Учитывает Особенности Работы Пищеварительной Системы Человека Сегодня Потому Что Эти Знания Эти Привычки Они Пришли Во-первых Из стран С низким Уровнем Развития Медицины В которых Древнейшие Рекомендации Сохранились И Второе Это Страны С жарким И влажным Климатом Где Время На Приготовление Пищи Терять Нельзя Потому Что В жару Если Человек Не съел Сочный Плод И Не ввел Жидкость Свой Организ Он Погиб От Перегревания Или Просто Свернулась Кровь Это Нужно Просто Понимать Поэтому Сырая Пища В принципе Она Нужна Как Источник Жидкости В таких Экстремальных Условиях Когда Вокруг Вас Жарко То есть Температура 35 И Выше Градусов Тепла По Цельсию И Еще И Влажность Высокая Тут Нужно Это Все Просто Понимать А Большинству Людей Учитывая То Что У Большинства Есть Гастрит Дискинезия Желостного Там Панкреатит Язвенная Болезнь А Вот Эти Все Органы Они Очень Плохо Реагируют На Жесткую Термически Необработанную Клетчатку И Фактически Пищеварительная Сема Говорит Нет Она Не пропускает Поэтому Самый Простой Вариант То есть Да Если Вам Жарко Если У вас Чувство Жажды Сочные Плоды Любой Источник Жидкости Ваш Организм Вы Должны Ввести Если Вы Находитесь В более Комфортных Условиях Тогда Пища Должна Термически Обработана Потому Что С одной Стороны Вы Вводитесь В свой Организм Воду И Это Правильно С другой Стороны Нужно Учитывать Работу Пищеварительной Системы Нужно Посмотреть В природу Говорят Питайтесь Как В природе Вот Там Питаются Натуральные Пищи И Никто Ее Не Варит Да Согласен 200% Но Если Мы Возьмем Травоядных Животных Которые Целый День Молотят Траву И Правильно Потому Что Пока Ее Измельчишь И Нужно Измельчить Чтобы Она Переварилась Если У вас Есть Время Целый День Жевать Да Не Вопрос Пожалуйста Пользуйтесь Сырой Растительной Пищей Но Длина Тонкого Кишечника У Травоядных В 4 Раза Больше Чем У Человека Не Хватает У Человека Длины Тонкого Кишечника Чтобы Палоценно Переварить Сырую Растительную Пищу Это У Травоядных Скажите У Жвачных Кишечник Короче Он Примерно Такой Желудка У Коровы Их 4 У Человека Напомню Один Вы Не Будете Искать Себе Трех Доноров Для Того Чтобы Удлинить Тонкий Кишечник Или Доточать Еще Себе Три Желудка Еще Один Желудок Нужен Уникальный Он Должен Слепо Заканчиваться Ведь Корова Не Просто Набивает Пищеварительную Систему Травой Она Набивает Первый Желудок Где Отрыжку Вы Видите Коровы Вначале Они стоят На лугу Потом Лежат В холодке Вот В холодке Она Лежит Она Сделала Отрыжку Потому что У нее Этот Желудок Уже Забит Травой Отрыжка Перетерла Вот эту Полузбродившую Траву Только После Этого Пошла Трава По Трем Желудкам По Тонкому Кишечнику И Появилось Молоко Вы Должны Понимать Все Это В комплексе А не В отрыве От природы Вот там Кушают Так Или Вот так Условия Нужно Полностью Брать А не Вырывать Из системы Вы знаете Можно Из Капитала Маркса Сделать Библию Запросто Буквы Одни и Те же Только Разные Последствия Расставлены И все В принципе Это то же самое Но смысл Серьезно Меняется Поэтому Не нужно Передергивать Нужно Просто питаться Правильно Поэтому Термическая Обработка Пищи Решает Эту Задачу Во первых Усваивается Пища Переваривается Лучше Во вторых Вы Термической Обработкой Убираете Кстати Там Патогенные Бактерии Возбудители Листных Паразитарных Инвазий Которые Носовой Пищей Легко Попадают В органин Ну и Вы не Раздражаете Свою Пищеварительную Систему Она у вас Работает Комфортно Вы не Думаете Звонить Любимому Гастроэнтерологу Или Хирургу Или Не Звонить Пищеварительная Система Работает Оптимально Дальше Следующая Позиция Расклад Продуктов Ну По Степени Переварения Я уже Это Сказал Завтрак Сам Обедом С другом Ужин Врагам Вот Но По остальным Более подробно Сложно Это Сказать Потому Что Сегодня Известно 30 тысяч Заболеваний И Если Вы Понимаете Что Вам 30 Лет То У Вас Может Быть Одно А Если Вам 35 То У Вас У Вас Может Быть Любой Набор Из 5 5 Заболеваний Из Этих 30 Тысяч Возможно А В 40 Лет У Вас У Десяток Будет Вы Понимаете Что Создать Диету Вот Так Опубликовать Ее На Многообразие Болезней Просто Нереально Просто Невозможно Поэтому Тут У Вас Единственный Вариант Более Подробно Узнать О том Питании Которое Вам Нужно Контакты Вы Видите Звоните Обращайтесь Не Вопрос Я Живу В Киеве То Если Вы В Киеве Не Вопрос Приезжайте Если Вы Вне Киева Интернет Сегодня Есть Практически Везде Консультирую Через Скайп Проблем Нет То От Вас Зависит Только Одно Обратиться Я Не Вижу Кто Смотрит Мои Видео Но Зачастую Вижу Кто Пишет Мне Письма И Могу На Них Ответить И Мы Можем С Вами Пообщаться Еще Одна Позиция Очень Часто В этом Вопросе Ошибаются Это Вода Да Я Понимаю Что Вода Это Номер Один По Весу Из Тех Продуктов Которые Вы Используете На Протяжении При Рождении Это Примерно 15 Процентов Если Вы Уже Поизносили Свою Организм У вас Плохо Работают Почки И Сердечно Существенная Система То есть Система Транспорта И Выделения Жидкости То Тоже Нужно Уменьшать Но В среднем Где-то 4-5 Процентов От Массы Тела Потребность Воды Ежедневная Есть Но Вода Да Это Великолепный Растворитель Великолепный Теплоноситель Но Очень важно Я сказал уже Около 20 видов Воды Нужны Вам Для Вашего Здоровья Вы Должны Ими Играться Менять Воду Разного Состава Для Чтобы Здоровье Ваше Не Страдало Потому что Перед едой Нужна Одна Вода А Перед Спортом Другая После Еды Третья Во Время Еды Четвертая После Спорта Пятая Во Время Спорта Шестая И тут Можно Дробить Изобретать Любые Варианты Почему Потому что Каждые Условия Вашего Образа Жизни Требуют Определенное Качество Воды И Количество Тоже Для Их Обеспечения И Вы Должны Это Понимать И Должны Это Правильно Использовать Но Вы Знаете Когда Говорят Вам Нужна Вода Да Но Нужна Вода В составе Жидкости Потому что Сама По себе Вода В вашем Организме Никак Не Меняется Вода Любой Структуры Не Меняется Чистая H2O В вашем Организме Не Меняется Она Попадает У вас В пищеварительную Систему Из пищеварительной Системы Попадает В кровь Если В крови Есть Полезные Питательные Вещества Она С ними Может Попасть К клеткам И И Помочь Клеткам Использовать Эти питательные Вещества Вы Обменили Веществ В обратную Сторону Идут Обменные Шлаки Токсины Которые Выработали Клетки И с водой Удаляются Из организма Или печень Удаляются Жироастворимые Соединения Это нормально Но Когда вы Делаете Акцент Только на Воду Пьем Те самые Полтора Два Литра Воды В сутки Вы знаете Сколько Ко мне Приходят Люди Говорят Вот тут Стоит Хлюпает В пищеводе Не Могу Это Пить Как Это Рекомендуют Кто Это Рекомендует Как Это Использовать Если Это Невозможно Исполнить Я говорю Ребята Воду Нужно Пить Но Правильно Пить Вам Нужна Не Вода А Жидкость Потому Что Если Вы Пьете Просто Воду Она Должна Находиться В кровеносном Русле Ждать Откуда Попадут Те Самые Полезные Питательные Вещества Для Клеток А Если Вы Этой Водой Извлекли Полезные Питательные Вещества Из Чая Из Кофе Из Овощей Из Фруктов Из Ягод То Это Вода Обогащенная Питательными Веществами Спокойно Еще Кстати Более Активно Всасывается Из Кишечника В кровь Идет Клеткам Несет Эти Полезные Питательные Вещества Клетки Прекрасно Работают На этом Выделяются Обменные Шлаки И Эта Вода Спокойно Их Выносит Тут Все Прекрасно Все Логично Поэтому Вам Нужна Не Вода В чистом Виде При Огромном Потребности В ней А вода В составе Продуктов Питания Вода Есть Везде Даже Сухой Хлеб Содержит Воду И Нужно Это Только Правильно Использовать Думайте О воде Это Не Самый Простой Продукт И Так Проще Использовать Когда Вы Выпьете Воду Во Время Еды Вы Нарушите Пищеварительную Систему Когда Вы Выпьете Воду После Еды Зависит От Качества Еды Потому Что После Каши Через Час Желудок Пустой После Куска Мяса Желудок Еще Часа Четыре Будет Держать Мясо И Вода Через Четыре Часа После Куска Мяса Это Все Еще Во Время Еды Тут Нужно Просто Это Правильно Понимать Она Разбавляет Желудочный Сок В то Время Если Вы Во Время Еды Выпейте Чай Выпейте Кофе Если Выпейте Кислый Компот Да Вы На Время Разбавили Желудочный Сок Вроде Как Тоже Плохо Но Кислый Сок Проходя По Стенке Желудка Раздражает Его Вызывает Выделение Желудочного Сока Точно Так же Действуют Кофе И Чай И Другие Напитки Где В воде Находятся Какие Активные Вещества И Что Вы Получаете Вы Да На Время Разбавили Желудочный Сок Притормозили Пищеварение Но Сока Стало Больше Вода Ушла И Чай С Кофе Или Кислый Сок Или Настой Или Отвар Из Лекарственных Растений Они Помогли Вам Лучше Переварить Ту Пищу Которая Там Находилась Что Вам Нужно Вам Именно Это И Нужно Было Вам Нужно Не Просто Внести Пищу Пронести Ее Через Язык В Желудок Вам Нужно Переварить Усвоить И Доставить Клеткам В Этом Процессе Чистая Вода Очень Плохой Помощник Вам А Вот Жидкость О Поэтому Это Нужно Понимать Еще Один Компонент В рационе Питания Который Не считают Продуктом Питания Но Без Которого Все Что Я Говорил Выше Не Мет Никакого Смысла 5 Минут Этот Компонент Не Попадает Ваш Организм И Все Что Вы Слышали В Этом Видео Просто Можно Забыть Это Кислород Правильное Дыхание Это Номер Один По Объему В Питании Уже Только Кислородом Можно Окислить Те Самые Продукты Питания Которые Вы Внесли Свой Организм Излечь Из них Энергию Используют Для работы Клеток Нет Кислорода Все Все Закончилось Ничего Не Работает Нужно Понимать Как Это Правильно Делать Есть Еще Один Компонент В системе Правильного Питания Его Тоже Напрямую С Такие Рекомендации Они Говорили Походи После Еды Чтоб Лучше Переварилась Пища То есть Это Двигательная Нагрузка И Как Вы Понимаете Походи Они Говорили А не Побегай Если Вы Побежали У вас Возникла Проблема Крова Ушла В мышцы Пищеварительная Система Осталась Без Крови А В кишечнике Напомню Вам Несколько Сотен Видов Бактерий Сидят И ждут Когда Вы Дадите Им Возможность Покушать За Ваш Чет И Нагадить Вам За Ваш Чет То есть Вы Теряете Деньги И Здоровье Вместе С Частью Жизни Поэтому Правильное Движение Нужно Сочетать С Правильным Питанием И Это Правильно Когда Вы Это Будете Делать Правильно Прекрасно Режим Двигательной Активности Должен Быть Если Вам Проблем Нет Никаких Ну Еще Один Компонент Есть В системе Правильного Питания Без Которого Тоже Очень Сложно Сбалансировать Это Эмоциональный Комфорт Почему Потому Что Как Только Вы Попали В Состояние Стресса Фактически Пищеварительная Система Опять Таки Решается Крови Решается Крови Кстати И печени Почки Два Фильтра То есть Система Питания И Система Очищения Тут же Нарушаются И Неважно По какой Причине У вас Появился Стресс Стресс Со знаком Плюс Или со Знаком Минус Одинаково Отражается На работе Пищеварительной Системы Неважно Стали Вы Банкротом Или Внезапно Вы Играли Миллион Долларов Результат Для Пищеварительной Системы Одинаковый Она Замерла Бактерии Приняли За Вашу Еду Вы Теряете Деньги И Теряете Жизнь Поэтому Тут Нужно Просто Правильно Понимать Есть Индикаторы Конечно Работы Моза Это Состояние Депрессии Очень Часто Люди В это Попадают И Это Понятно Мозг Показывает Состояние Крови У Женщин Предменструальный Синдром Тоже Великолепно Показывает Что Кровь Не того Качества Моз Не то Получил Бывают Любые Эмоциональные Эспресски Агрессия Раздражительность Это Тоже Реакции Вашего Мозга Это Не Человек Плохой Это Не знал Он Как Обеспечить Правильное Питание Своему Мозгу А Мозг Реагирует В ответ На Это Изменение Своего Поведения И Все Ничего Плохого Нет Нужно Просто Правильно Это Понимать Просто Этому Человеку Нужно Обеспечить Правильное Питание Все Будет Нормально Может Будет Работать Хорошо И Организм Будет Работать Хорошо Ну Уровень Работоспособности Кстати Тоже Показывает Состояние Крови То есть Насколько Организм Обеспечен Ну Наверное Больше Я Не буду Это Видео Продолжать То есть Я думаю Что Вы Получили Основу По Правильному Питанию И Такая Консультация Онлайн Состоялся Думаю Что Много Полезной Информации Вы Получили Кстати Если Она Вам Понравилась Если Вы Считаете Что Что То Новое Узнали Для Своего Здоровья Для Того Чтобы Его В принципе Лучше Беречь Меньше Тратить По Дороге И Жить Лучше И Дольше Поставьте Лайк На Это Видео Если Вы Считаете Что Ваши Друзья И Знакомые Тоже Оценивают Ее Каким То Другим Способом Или Что То Делают Не Так Может Как То Они Активно Вредят Своему Здоровью Отправьте Это Видео Своим Друзьям Знакомым По Соц Сетям Я думаю Что Они Могут Просмотреть И Выразить Своё Мнение По Этому Поводу Кстати Комментарии Открыты Только Несензурную Убрань Убираю А Все Остальные Комментарии Оставляю Поэтому Если Вы Хотите Если У вас Есть Что Добавить В Такую Систему Что Может Использовать Любой Каждый Пожалуйста Пишите Свои Комментарии Под Видео Не Вопрос Ну А Если Вы Хотите Пройти Консультацию Уже Индивидуальную Для Себя Любимого То Не Вопрос Вы Видите Контакты Вы Можете Написать В почту Я Вам Отвечу Мы С Вами Договоримся Когда Мы Встретимся В Скайпе И Вы Получите Более Подробную Информацию Я Отвечу Вам На Те Вопросы Которые Не Смог Осветить В этом Видео И Которые Вас Интересуют Для Того Чтобы Вы Жили Лучше Жили Дольше Ну И До